господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного сегодня воскресенье 24 января 2016 года сейчас уже время 5 32 уже затопили храм ну мне тут надо будет звонить я отвлекусь а не выключаю может быть ну еще не сделаешь мне легче сплошняком написать нежели потом рубленное вставлять считай номер 43 вопросы пожелания события дня задавайте вопросы 23 января 2016 года это за прошлый день вот говорят что это не колесик у этом мужчина покосники это сделать чтобы я был заняты и знать про нас все знают как я у меня открыто все все печатает sky и skype из моего мира отовсюду что пишут и даже под роликами несколько этих откликов комментариев ну что неплохо даже если это и не они говорят а это враги сделали ну враги так мы то что из этого изничтожил какое полезное извлекли то это не игрушка 43 день и мы ни разу пропуск не сделали при том мы едва умещаемся в час 10 в час 20 минут вот эпиграфом я взял следующее кругом измена трусость и обман известная фраза последнего российского императора николая второго записана им в своем дневнике 2 марта 1917 года в день отречения от престола вот он царствовал 300 лет династия романовых романовых николай александрович это записал он как царь знал это видел и родственники и близкие все были но канонизированы или совета си родная сестра его жены это и дело но она узнав что убили все-таки распутина григорий ефимовича она радостная тут же начала писать телеграммы наконец-то и она святая признана но это уже дело другое дело в том что как понимали пророчески о гибели империи говорил только один человек так открыто с подробностями григорий ефимович распутин это единственный который везде в газетах это известно если будут участвовать в убийстве особо царского достоинства ну братом другое значит пойдешь на голову и ты царь и вся семья твоя все государство три варианта взял один просто убьют другой если там дворяне участвует и третье если царь и поэтому сегодня это везде как клеймо и что интересно когда царя свергли это пишет солженицын в красном колесе на фронте было такое ликование как будто день пасхи и все начали слать временному правительству телеграммы приветствия наконец-то церковь притом церковь митрополиты которые день и ночь кричали богу слава царя храни боже пели гимны ничего этого оказалось нету и антоний храповицкий послал благодарственную телеграмму временному правительству наконец-то церковь развернется слепцы все были развернулась куда в бутово в гулаг лицемеры одни лицемеры и царь это знал вокруг измена труса себя баната по отношению нас особенно мне почему это дорого потому что я вижу что это действительно так я не вижу что кто-то эпиграфа брал эти слова везде измена он не сдал страну его вынудили его прижали иначе победы не будет главнокомандующий требует он позвонил всем своим маршалом как говорится то время и все ответили да царь нужно уйти для победы но уже все хотят уйти и он ушел зная что это есть я у нас сегодня в первое воскресенье после 19 января день нашей общины крестовозвиженской городе барнауле и мы об этом будем говорить я как раз на эту тему скажу каком положении находится наша община немного данных об этом но и далее я не бываю в контакте в фейсбуке не бываю в третере не бываю в одноклассниках там работают администраторы следующее первое воскресенье февраля у нас здесь сайта будет и там есть мы сфотографированные стоит 12 человек это команда наша 12 человек это еще не все были кто работает при том работает усиленно работает поэтому такой у нас богатый форум такой сайт это бог так дает и финансирует и у меня копейки нет у меня ничего нету и бог дает те которые меня за меня платят за интернет кто-то купил компьютер кто-то купил вот он у меня этот принтер самый современный на другой стоит он там уже временный вот у меня если ничего не мог сделать там вот это временное ведь этот магнитопон с которому надо делать моя 200 305 кажется забыл даже вот поэтому я богу благодарен за все и сейчас я прошу администраторы берут оттуда вопросы ответы ко мне переносят на наш форум а с форума моя даю ответа потом этим людям но я сказал администратор кто администрация работает и их не вижу увижу только может когда-то сообщите всем чтобы заходили сами на форум на наш форум потому что у нас открылась вот эта тема и мне удобнее здесь они ждать когда там кто-то сделает вот а ну и потом ролики они без этих без пояснений нашелся один коля николай и пояснение на какой минуте о чем было говорю на объявление такое вот указать вот я показываю так сфотографирую кратко хотя бы вот сегодня я много времени посвящу тому что уже накопилось вот люди иногда пользуются местами писания священники особенно стали этим буквально играть я тоже получил рождение свыше а там ничего не было рождение свыше да если рожденный свыше человек не грешит я пока показывает первое послание и она 3 8 и 5 18 ну посмотрите так это или не так то если рождена свыше чего одних тех же грехах исповедуете приехал ко мне неоднократно приезжал сюда архимандрит ивановского монастыря там веденский или как он называется женский амросий юрасов он очень известный особенно советское время был голос америки передавал его кгб в грузии там где-то искала как будто бы так передавали то и он у меня вот здесь вот мы беседы вели здесь но не здесь это на вторая строительная 62 16 говорили и вот он говорит что я исповедую как приходит людей он там в почаево был сколько людей игры зачем вы исповедуете люди не исправляются это чужие люди то ну а как же я говорю знаете что ваша исповедь напоминает вывод весной на даче хозяйка берет с собой заранее копит куриный помет ведро в бочку туда его а потом размешала его ну поднялось все а потом маленькая села через час опять вот вам ваша исповедь вы куриный топомет выбросите а прокиньте бочку промойте и хоть один раз то а это промыть можно только тогда когда дух святой начнет поднимать душу вы не можете воскресить я буду меняется да нет говорит одних и тех же грехах исповедую он говорит мне ягод крестил недавно племянника и как ты крестил его ну я его убедил не надо быть не христина но он верующий да какой он верующий как а вот так говорит он такая папироса у него и он это сколько будет крещение но я сказал так минут 15 15 минут ну ладно он вот так вот бросил окурок ну давай иначе в воде придется закуривать если будет одна минута лишняя наркоман и он его крестил он живой я при нем говорю у меня все это написано в книгах и вот люди применяют говорят филиппийцам два-три 5 5 ибо вас должны быть те же чувствования какие во христе иисусе не чувство а чувствование это слово встречается во всей полной библии в 77 книгах только один раз а его от репет берут и старообрядцы вот понятия не имеет что за этими словами кроется вот видите чувствование пойми есть или нет о чем речь то идет я специально оторвал эти слова чтобы показать что за этим идет дальше стихи то тут еще стоит двоеточие заметьте двоеточие это означает там целый перечень будет если чувствование или нет смотрите что дальше будет давайте подтянем сюда вот она читает он будучи образом божиим не почитал хищение быть равным богом то есть он равен и когда говорил что мы знаем что он бог явился сущим он не похитил это звание не своровал то есть он не сержант чтобы генеральские погоны надеть я так выражаюсь но уничтожил себя самого приняв образ раба сделавшись подобным человеком и по виду ставках человек то есть мы что можем взять для себя здесь мы образ божий да образ божий и нужно принизить себя не высоко мудрствовать а в священном писании ты должен увидеть себя они так начальник большой епископ особенный епископ князь церкви как не называют вот где самая гордыня и прелесть это епископат священство все прелесть гордыня на каждом шагу везде десятки раз только руку с ее целует и целует засылованное посчитайте архиерея сколько раз руку целуете куда эти шлейфы 5-метровые сзади идут паш сзади идет как английская королева делали это павел ну давайте один раз как солжицы прохлепнусь и проскребем хотя бы один раз посмотрим кто мы сегодня самая большая сехта московская патриархия везде во всем интернете от стеклись от библии от стеклись от любви божией от чувствования во христе дальше смирил себя быв послушным даже до смерти и смерти крестной вот чувствование какие смирить себя до смерти крестной когда я выразил желание попасть в игилл в сирию я на молитве это выпросил вся внутренность трепещет как пошли поплыли да это пиаритесь да то другое то есть они не знают мне не надо пиариться у меня за плечами 5 тюрем 26 лет пыток у меня сзади психиатрии когда каждый сустав ищет другое место и потом только при горбачеве все это с меня снимется вернусь я заключение из лагеря смерти я знаю что такое смерть и тогда будет реабилитация я реабилитированный у меня льготное проездное по всей стране бесплатное ни разу не воспользовался дальше если человек знает это 26 лет меня гоняли по социальной лестнице на любую работу устроить даже дворника меня выгонят узнают кто я такой у меня документы как бы это уже придет нигде нельзя работать только в неведомственной охраной при милиции и поэтому меня пенсия бомжа минимальная а я свободное три дня где-то делаю печи работы конечно зарабатывал и я не ропщу просто рассказываю и пиарится условно узнали это слово спрашиваю что такое объясните может вроде бы рекламирую себя мне не надо рекламировать и вот что такое чувствование дальше смотрите как вот уже еще хочу сказать православные они не знают как правильно двоеточие вот отделяет главу от стиха двоеточие а не запятая двоеточие это все симфонии даже православные так печатали до революции почему а если 5 стих 7 то 5 запятая 7 а а если с пятого до седьмого ну тире а если другая книга . запятой дальше другая книга даже это не знают как итак итак возлюбленные мои как вы всегда были послушны не только присутствии моем но гораздо более ныне во время отсутствия моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение понимаете мы не спасены как сектанты говорят мы спасены нет со страхом и трепетом они не знают что такое чувствование это полезные бритвы все время балансирует всю жизнь и павел горит не достигнули и я уверенность не очень большая была мы спасены в надежде в надежде мы не спасены а ты спасен а то сектантский подход это узость сектантская где и как со страхом совершать она несовершенно его совершить надо многие потерпели кораблекрушение в вере вере потерпели они этого не знают все секты они понимают что такое существование это страх божий не грешит верующий да не грешит они грешит почему страхи божием у них страха божия совершенно нету все время жуют что-то пьют хлюпают по площади как у нас тут смотришь священники кто-то все с водой сидят рядом да какой же ты христианин то выступает полчаса и десятки раз за кружку хватается водянистые да разве это делали так святые на глазах людей они понимают это норма дата мир придумал для себя потому что ему гореть в огне ему капля потребуется а вы хватаетесь за воду значит будете в огне гореть дальше потому что бог производит вас и хотение и действие по своему благоволению 13 так я спрашиваю скажите производитель тогда это чувствование во христе производит потом не он производит это я написал президенту написал этому патриарху кириллу чтобы он по ходатайсал чтобы помочь тогда отношения с турцией были хорошие когда писал чтобы с игилом связались и меня приняли туда хотя бы на год а зачем затем что бог побуждает и не спрашиваешь а ты иди а иона пошел в другое место и что бог сделал возлех шторм так вот шторм то этот сейчас и воздвигается со всех сторон не вслушают я на днях составил письмо рамзану кадырову что может быть у него там связи какие-то есть но самый последний момент пищать уже ставить надо остановился рука не действует снова на молитву ответа нет лежит письмо отправить только и что в этот же день в этот же день у меня авария две банки рукой держу вот так вот а эта рука у меня болит не могу взять это из лестницы чуть не три метра улетел никогда этого не было все конечно разлетелось пшеницу горох и голубям этим своим где-то и повернул как раз правую руку вот она шкура завернулась а тут белеет я думал кость мне сказали это жир там белеет ну перемотал и и все я это принял как за знамение лежит готовое письмо и дальше все делайте без ропота и сомнения вот тогда будет существование во христе иисусе а сколько ропота то у людей а ропота на что на пустяки у нас не должно быть ропота обличение должно быть во свете святой библии без сомнения а где без ропота и сомнения там говорят чтобы мужи поднимали руки без гнева и сомнения где поднимает руки православие сектанты 50-ники харизматы поднимают здесь нету но можно сказать поднимаем руку но написано руки но может быть это множественно говорится дальше чтобы вам быть неукорезненными и чистыми чадами божиими непорочными среди строптивого и разращенного рода в котором вы сияете как светило в мире вот тогда чувствование во христе иисусе чувствование то есть тонкие переживания но это есть или нет с миром вместе соединились и пьянствуют сидит профессор бритый в галстуке полностью любит этот мир да тряхни его там 50 лет служит в кгб найдете такое это сотрудники чекисты патриархия это 5 отдел кгб вот и все а где это откуда известно прочитайте зарядите в объятиях семиглавого змея книга или горькие плоды сладкого плена зои александровны крахмальниковой или подлинный лик московской патриархии глиба икунина до таких книг этого виктора потапова молчанием предается бог этого из вашингтона он сейчас как раз с теми кто в московскую патриархию как говорят вошел да все все под цифрам разложено всем предательстве измена трусость и обман я сегодня это должен все это буду сказать на собрании и дальше содержа слово жизни похвали моей в день христов что я не тщетно подвязался и не тщетно потрудился не тщетно они вот содержа слово жизни слово жизни то есть святую библию у православных ее нету сектанты не знают толкования извращает ее ну если все правильно почему адвентисты не с эгоистами а почему православные сказать эти баптисты не с адвентистом а таких названий уже 21 тысяча динаминация конфессия эти слова отсутствуют вы выключите их из лексикона ересь церковь и ересь больше ничего нет никаких конфессий нету церковь и ересь я сегодня на этом буду останавливаться и заранее дальше второе коринфянам 10.9 впрочем да не покажется что я устрашаю вас только посланиями так как некто говорит в посланиях он строг и силен а в личном присутствии слаб и речь его незначительна это я взял для того чтобы к себе это отнести вот а мне говорят вот строгость только строгость все пугаете надо говорить любовь придите ко мне все труждающие иисус покои вас это батюшки любвисты они писание совершенно не знают по нему не живут они вырвали динусских а ты говори то и говори это чего что ты не говоришь да я строг у нас был епископ и в тихий курочки и он видел считал мои места которые я давал тогда к истину православия частями выпускал и он думал это его община он над нами архиерея я приеду как я с Игнатьем ладить буду а когда приехал он озирается по сторонам а где Игнать а я с ним вожу его показываю оказался потом он говорит это совершенно другой человек вот и Павел я это пережил то есть у меня такое и есть я в посланиях так но если я узнаю он едет сюда грозные слова и выписал из писания патриарху так вы на него наговорили что я наговорил каждое слово подтверждается писанием а если он приедет в ноги в честь по полной программе окажем ему вот и все а в личном присутствии вот это не такое ну и дальше просчитайте не будем много читать посмотрите мы не без меры хвалимся не чужими трудами вот ну и проще просчитайте ну и дальше читаем Максим Жуков пишет позитивно разродили обстановочку спаси Христос ну это я беседую с Казахстана с женщиной с сестрой значит где-то люди томились что много трудно им дальше пишет Мотоблок Зубур ну знаете что неужели там Мотоблок так звали это полиграф полиграфич какой-то залез Зубур еще ни в имени, ни фамилии, ни фотографии, ничего нету но я и их беру ну что сделаешь ну человеком еще не стал пусть Зубром будет пока я от Зубра слушаю удивительный старичок я сам из Молдовы и первый раз слышу чтобы верующие тут будь то ваптисты или пятидесятники чтобы они прикасались к вину это для них табу они даже на причастие пьют сок виноградный ну тут уже глупости сок виноградный дальше этот старичок интересный говорит, ладно еще хоть не заругал мне то зачем это рассказывать я еду по Советскому Союзу у меня бесплатный билет работаю в мостопоезде по уставу положат давать бесплатный билет я выступаю в Молдове в разных городах у баптистов но они уже знают кто я и они подходят присвитер и говорят пожалуйста скажите о вине у наших братьев там целая подвала вина подвала вина выходят за капитру держатся чтобы не упасть и я говорю о вине это заказные были мои проповеди а вы говорите вы их не знаете вот отделенные баптисты больше всего вызывают у меня уважение братья старшие были я говорю, а почему у вас исповеди нету? а что за исповедь? перед Богом каждый исповедуется я говорю, ну не каждый знает я не знаю, я долбил, долбил исповеди нету и вдруг старшие братья у них стали делать исповедь я встречаюсь как это ужас, говорит молодежь-то внебрачные связи еще только там нету это в Барнауле это мне говорят а вы где-то я приезжаю в Тбилиси ну приезжаю не один со мной всегда свита там шесть человек едем свита то есть в отпуск подгадываем вместе я выступаю у баптистов только зашел уже знают уже предупредила потом станет священником евреем в моем доме обратился мой крестник к слову сказать крестить негде было поехали нашли где крестят полное погружение переделкино под Москвой дача писателей и там кажется храм во имя Филиппа митрополита Колычева и там крестили и он уже с присвитером поговорил в Грузии в Тбилиси сразу подошел при присвитере у нас же был заместитель присвитера Гога у них болел и говорит собрание ведите собрание ведите а знаете что православное конечно и поэтому проповедь я сейчас только вступление сделаю а вас дам объявление и дальше все собрание ведите ну где православному чтобы разрешали вести собрание ну маленько так вдумайтесь но не избрали ли это Божие это Бог сделал так и я ни слова не говоря вышел за кафедру я с кафедры только схожу два часа закончились общие песнопения в это время так пригнулся чтобы не видно ему присвитер грузинского собрания на грузинском языке вы сейчас у нас собрание будет возьмите на себя это дальше там дагестанское кажется в этот день мне пришлось говорить в одном собрании десять часов десять часов потом молодежно еще это что а этот человек станет православным батюшкой вот как а вы говорите дальше игла ответ Иов 32.19 вот утроба моя как вино неоткрытое она готова прорваться подобно новым мехам ну то есть я напомнил Господь если благодать у тебя будет где сказать я говорю истину такую просите у Бога милости дальше Юрий Соболев пишет вот если бы убился недруги в этот же день заказали бы молебны благодарственные слава Иисусу Христу так подожди это сколько еще маленько ему позвоним дальше то есть я упал с лестницы а потом ему говорю если бы я убился заказали бы что молебны благодарственные с водосвятием что сверх Бог демона с неба то есть я знаю какие слова как они обо мне говорят а я неповрежденный и ангелы понесут тебя на руках тут другое можно сказать и что дальше кавычки закрыты хохочу истинно говорят что самоирония первейший признак ума берегите себя Игнатий Тихонович на подобные бытовые нужды имеется у вас кавычка молодая гвардия поклон братьям мне вчера уже сколько раз говорили зачем вы это делаете ну надо было ребята идут на работу тогда я сам а валенки то подшиты лентой транспортерной эти ступеньки то застыли ну и нога сосмогнулась и все мои эти все полетело и меня единственный видел как я падал вот Никита сидит я уже говорил об этом дальше хранитель тепла это название такое хранитель тепла но это хранитель значит имя его тепловодчество наверное не обращайте внимания на людей если об этом думать людишки разные есть атакуют это нападки нечистого я думаю он же видит каким делом вы занимаетесь это искушение я так думаю сатана просто так не оставляет тех кто к Богу идет ну вот смотрите вот хорошие слова все говорит он меня прошел ну замените фотографию свою поставьте ну ни гонения нет ничего вот маленькая возможность аватара Ника появилась и прям скажи туда бросается а то храм пишу не буду в друзья принимать и раз за разом меня толкают примите 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 всю неделю хоть черный список заноси целая очередь стоит но их свою фамилию не хотят поставить ну разве можно так вот а это ролик поставил вот такой ролик поставил какой мир вам называется это брат один парализованный Сергей поставил так называется ну посмотрите как а теперь студия какая-то Амна что она означает где она в интернете не знаю он пишет Сергею пишет студия Амна мир вам Сергей очень хорошее видео видно ваше мирное состояние и настрой блаженный миротворцы но по канону ваш собеседник Игнатий Тихонович глубоко ошибается я не знаю ладно Сергей хотя имя есть вот Игнатий глубоко ошибается глубоко глубоко ошибается я сейчас покажу кто ошибается такие слова я мимо не пропускаю дальше так вы поняли кто это Амна кто пишет ну да который два ролика уже снял да 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 видно что человек хороший говорит тихим голосом спокойно ну не мне считать дальше епископы действуют точно по канонам вот это я никак не ожидал что в России при жизни я услышу я отвечаю на это люди холопского звания сущие псы иногда чем тяжелее наказание тем и милее господа кто это сказал Николай Некрасов кому на Руси жить хорошо сейчас четвертое вот так сущие псы иногда бывает дальше более смешного не читывал даже у Некрасова епископы каноны да миленькие вы супермладенцы о чем же глаголите епископы не просто не знали каноны и не знают но даже и знать не хотят это не предел цинизма тут сказанного то есть то что сказал впереди но обо мне не знают там это другое я не прав лично меня касается но что епископу по канонам точно это величайший беспредельный цинизм лицемерия они борются с мыслью чтобы кто-то знал эти каноны смысл приходит чтобы знали каноны епископы борются с мыслью что это за дурь если устав такой длиннее если приходит такое желание работать ляжь полежи маленький это дурь пройдет чтобы не работать они борются с мыслью чтобы знал повторяю сотые разы из 719 ныне известных канонов 413 напрямую нецеленаправленно умышленно ежедневно нарушается практически почти во всех храмах московской патриархии и 70 лет их не издавали и священники разве уж не более чем один из 300 знают чуточку каноны вообще не знают люди же холопского звания сущие псы иногда видите холопского звания это Некрасов говорит более тиранического правления чем от епископата нету вообще на земле нету и никто это не понимает все это ластится вы хотите чтобы епископ спасся говорите с ними по-человечески не на четвереньках не зализывайте их со всех сторон они нуждаются особенно в этом об этом кто говорит Ян Златоус 6 слов дальше да они иногда но такими родились такими затвердели такими их выучили в семинариях в академиях на исповеди и при причащении частом им всегда вдалбывали в головы что не каноны не они решат все а именно епископы деспоты их пленившие уничтожившие ненавидящие вот как надо смотреть на это вот кто вот сущие псы даже более того волки лютые погрызли книгу правил и каноны Деяние апостолов 20 глава 29 стих ибо я знаю что по отшествии моем войдут к вам лютые волки нещадящие стада слово лютые волки один раз в писании говорится и только когда Павел собрал ипархиальное собрание епископов священников и сказал это им Юрий Соболев и будут говорить превратно они не каноны соблюдать а превратно и задача еще за собой увлечь чтобы деньги платили деньги 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 они другого не знают посмотрите когда что-то стоят какие утробы идут не стыдно ничего перед народом я близко знакомый священник спрашиваю а какой у вас батюшка рост он что-то метр шестьдесят девять или метр семьдесят то есть ниже меня на два сантиметра а какой вес сто пятьдесят три килограмма вот у меня шестьдесят два килограмма шестьдесят четыре там дальше Юрий Соболев благодарю за письмо Игнатий Тихонович ролик уже посмотрел утром в варианте вашего канала и комментарий уже тоже прочел есть те с которыми согласен разумом но есть и те которые сообразуются лишь с духом то есть разум еще не прошло он так прямо и говорит впрочем и все это имеет малое значение в целом как и прояснение для некоторых вопроса ваших с Сергеем взаимоотношений для чего и был создан этот ролик перед лицом вечности это все миг важно другое то что вижу и хочу видеть в каждом вашем ролике ваша удивительная свобода свобода во Христе никем ничем не уничтожимая не изменяемая непоколебимая вот это увидит человек вот свобода совести это в духе святом когда чувствование во Христе ты можешь проявить показать призвать этим словом чувствование не надо пользоваться когда ты ни одного пункта не соответствуешь а он знает что-то там есть хорошее и туда тоже лепится нельзя сокращать слово Божие написано не добавляй не убавляй если убавляешь Бог отнимет участие в книге жизни прибавляешь наложить язвы притча Соломона 30 глава 5-6 сих считайте вот это одно как живой опыт настоящей веры влечет меня с необъяснимой необыкновенной силой и не имеет значения кто ваш собеседник друг или недруг в каждом ролике всегда важно только одно ваше а лучше через вас свидетельство этого дивного дара Божия свободы по образу Божия это свобода если вы раболетные вы не по образу Божия созданы а по образу раба раба противного Богу притом Галатам 5-1 итак стойте в свободе которую даровал нам Христос Галатам 5-13 к свободе призваны вы братья повторюсь иное все листва вырастающие и опадающие Сырахов 15-19 как зеленеющие листья на густом дереве они спадают а другие одни спадают а другие вырастают это все Юрий пишет постскриптом под вашими роликами вашей свободой подразумеваю вашу личную свободу во Христе Игнатий Тихонович Владимир Харин Петрозаводск мир вам Игнатий Козлов типичный комсомолец без опыта жизни церкви всю инфу он черпает с экрана компьютера не знаю как он жил до травмы спины и что такое борьба с нечистью ему не знакома с какой уверенностью он говорит за отца Якима что он перейдет в московскую патриархию он Козлов даже не видит людей кто вы с молоком матери воспитанные порядочным образом жизни а далее рожденные свыше плюс мудрость мужицкая вы для Козлова инопланетяне Сергей не видел живьем пьяных наглых лживых епископов московской патриархии не видел их образа жизни так как он лежащий он даже не понимает что основанная основная часть их безбожники 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 епископы безбожники бред несет за войну они с хлебом и солью встретят как хохлы фашистов встречали я из Борисполя борисполя встречали немцев с хлебом и солью за какого он Петрова говорит если его зовут Павел якобы монах то я его знаю сказочник еще тот аббровирует инфой что кто-то будет решать судьбу отца Якима батюшка им ничего не должен в карты не играл с ними Козлов не понимает что это история возможно будет описано в книгах то что мы сейчас в такой свободе находимся и мы не принадлежим патриархии и наемники сбежали бросили волкам это супер уникальный случай в мировой истории церкви единственный пока Христос разгонит Кодлу МП мигом пусть задаст себе вопрос что бы сделал любой святой попавший в рамках МП есть французский фильм где рыцарь попал в современную Францию и пусть фильм снимет и времени у него много средства есть вот и пусть занимается чем отца Якима в МП агетировать я вам писал как на память Яна Златоуста задал вопрос настоятелю уже разжалован то есть настоятелю как Златоуста так и не хочет видеть священников а этого уже разжаловали сожрут они друг друга как пауки в банке с уважением к вашей борьбе с нечистью Владимир Харин Александр Марьясов что мешает тебе благовествовать неудивительно что для многих из нас вопрос благовестия остается не самым простым мы все осознаем важность этого повеления тем не менее существует множество преград на пути к активному благовестию с некоторыми из них мы постараемся разобраться преграда первая страхи и комплексы страх одна из самых сильных эмоций именно поэтому это один из сильнейших мотиваторов важно проанализировать чего конкретно мы боимся выглядеть глупо быть отвергнутым лишиться друзей очень часто наши страхи сильно преувеличены важно взглянуть своему страху в глаза он может оказаться не таким уж значительным после этого стоит переключиться на страх перед неисполнением воли Божией наша мотивация послужить ради славы Божьей должна быть сильнее нашей неуверенности и комплексов преграда вторая чувство неловкости очень часто мы не хотим показаться навязчивыми или невоспитанными мы не желаем никому навязывать свои мысли убеждения уважаем свободу других из-за этого может возникать чувство неловкости перед благовестием с одной стороны эти аргументы окажутся вполне обоснованными но с другой стороны а что если посмотреть на благовестие как на спасение жизни человека находящегося на грани погибели гибели например если речь идет о спасении жизни тонущего человека вряд ли помощь в подобной ситуации можно рассыдывать как вмешательство в личное пространство или некорректный поступок к свидетелям иеговым подойдем поступать так как они больше никак Беграда третья принцип благовестия без слов то есть батюшки говорят это не важно слова они смотрят на нашу жизнь вот это тоже какой разбор полный порой среди христиан бытует мнение что лучший способ рассказать о кресте это наша благочестивая жизнь и наши добрые дела к вышках пусть глядя на мою жизнь люди сами спросят меня о Боге в которого я верю убеждаем и себя это абсолютно все говорят так а тем временем проходят дни месяцы годы и никто может даже внимания не обратить на твои добрые поступки тем более что многие не знающие Бога люди могут поступать не хуже а порой лучше тебя люди могут так никогда не спросить тебя о Боге это путь в никуда понятно никуда и этот путь так и продолжается как только сказал на благовестие ну что слова это надо надо то и другое делать дальше преграда четвертая лень банальная лень один из сильнейших мотиваторов к тому чтобы не использовать Божий потенциал в своей жизни ответь для себя хочешь ли ты быть полезным инструментом в Божьих руках или же твой мягкий и удобный диван для тебя ценнее вот так преграда пятая недостаток любви еще одна громадная преграда мы можем придумывать различные отговорки но истинным стимулом для того чтобы не благовестовать для нас является отсутствие любви к неспасенному миру в таком случае следует задать себе вопрос а любим ли мы Бога если мы остаемся равнодушными к тем за кого он отдал свою жизнь священники придумали это особая харизма рассказать о Христе харизма проповедовать даже все лежачие убирающие рождающиеся все до единого старухи женский пол мужской везде и всюду постоянно это Библия говорит об этом не жизнью только жизнь это само по себе иначе какой ты это лишь некоторые из возможных преград на пути к активному благовестию то есть она вызвала сколько она 5 нашла вот вначале как на наш форум заходишь у меня там особая эта тема разбираю я давным-давно уже 24 пункта которая мешает прийти не 5 а 24 и как бороться с этим это у меня все есть и в книгах показано дальше но лучший способ их преодолеть сделать первый шаг длинное путешествие начинается с первого шага начни делиться своей верой с другими прямо сегодня кто это сказал все Ольга Звонцова во время крещенского купания у девушки остановилось сердце ролик в одноклассниках телеканал россия 1 вот она смотрите какое ну посмотрите об этом это вредное купание это язычество об этом хорошая статья мы поместили епископа и птихия дальше отец Сергий Бирюков добрый день Игнатий Тихонович это у меня так аккаунт называется Гольгек сын старший этот телефон регистрировал у меня мое сообщение почему-то один раз а у вас 4 извините если так я вас троллить не хотел хорошие слова пишет после ваших ютуб передач получил пинка он сам на меня вышел еще раньше было и говорит что и теперь сам о себе стал больше времени уделять молитвам молитвам первое матом перестал ругаться два польза компьютер перестал играть три стал больше изучать Библию четыре и православие пять детей своих стал больше приобщать к вере шесть спасибо вам посмотрите какая польза от того что знать по интернету благословен да будешь ты батюшка и дальше и говорит вы уникальный неоднозначный пострадавший за веру человек у вас талант проповедника только хотел вас попросить про мп поменьше пожалуйста а то уж и вянут я боюсь что многие бросят вас слушать а надо чтобы вас все услышали а другие бросят церковь ходить храни вас господи то есть а имеет он основания такое нет и вот он написал и у меня сразу же сразу же мне выбросили другой кто владимир марущак да Владислав марущак простите слава иисусу христу храни вас бог вот давал ваши ролики своим друзьям то есть мои ролики такие которые не нравятся кому-то так вот один из них пятидесятник теперь он перешел православие так результат то есть у меня нет рецепта от кого-то я убого выпрашиваю как вести себя какая интонация вам не нравится интонация но человек благодаря этой интонации пришел вы тихонечко сидите амносы там копайтесь в моих в моих роликах кто-то пришел ничего не знаете уж такие смиреннейшие ну один человек пришел дальше второе же по-другому мыслит и уже толкует Библию по православному а третий из католиков перешел в русскую православную церковь вот вот так ваши ролики кавычках зомбируют людей слава богу это вообще чудо божие один говорит по-другому говорить а другой говорит результат я это взял отцу Сергею скинул а он говорит это замечательно одна спасенная душа ценнее всех царств мира но почему дальше-то не посмотреть что ваш метод вот этот тихий спокойный не действует еще Соболев все о чем говорит автор сего письма о вас очень метко о Сергее мое молчание то о чем я желал сказать в этой связи сказал повторяться уже плебейство о возможно переходе московскую патриархию то это напоминает отношение до брака и в состоянии брака пока мужчина жених невеста само благочестие мужчина для нее недоступен как только расписались жена давит как сам дьявол под каблук вообще вот здорово это надо чтобы Максим Степаненко зашел в тему ему тот кто понимает мужик настоящий тут не спи держи ее в кулаке крепко пока вы общенно недоступны как только переход состоится смотрю аналог выше смотри да усилен Бог будем уповать на него то есть все понимают если нам перейти в московскую патриархию ничего не будет мгновенно все уничтожит это добровольно пойти даже не в плен а ну просто зайти в волчатие какое-то такая ненависть лютая кипит и туда зовут бессовестная дальше сегодня встретил так подожди подожди мне надо позвонить это сейчас как раз это есть вот входящее сейчас женщина которая приходила к нам она хотела прийти доброе утро ну встали да так будите так теперь чтоб платочки были он не знает как одеваться у мальчиков так все теперь смотрите какой ваш адрес я сейчас может созвонимся за вами машина заедет давайте повторите нагорный парк первая остановка это остановка как называется вторая остановка на горе от спартака это первая остановка ну вы так так Сергея в телефон запишите мне где-нибудь я потом вам ну-ка быстренько слушайте внимательно запишите и на него выйдете и может именно он за это ну-ка говори 8905 8905 пишите минутку пишите да давай дальше 084 084 повторите вы сами дальше 5638 5638 все на него выходите он сейчас собак выгуливает и расскажите где находитесь и когда все это сделаете договоритесь ну что там выйдете или как ну надо чтобы на улице то не стояли и тогда мне позвоните что у вас все нормально ну чтобы вы пришли не позже как без 28 без 20 к этому времени хотя бы чтобы вот ну все сделайте как все отошел сколько вас будет 6 человек все так и будет уже предупреждено ну с Богом завтракать тут будут все приходила женщина я отвечал так ей чтобы как бы намерение такое что мы расстаемся она с ребятишками ходит патриархийное там я говорю там и ходите где ходите школы были они в лагере в лагере я говорю больше их не возьму девочку одну возьму я от нее отбиваюсь она не может я говорю у нас не положено звать нет я приду к вам ну вот еще один образец сегодня первый раз она идет сюда у ней 5 ребятишек и 6 родился ребенок больной там только-только родился пришла завели ко мне в комнату этого я не делаю потому что тут ярлаш такой ну как ярлаш скучное все тут не брошено все подмыть вот прямо на ходу мы это сейчас и говорим у меня время нет ну скажем дальше сегодня встретил святителя Иоанна Златоуста отношу это к вам Игнатий Тихонович как бы со своей стороны лучший святителя вряд ли скажешь понятно вот где люди еще не считают писание какое-то пророчество и мне звонят мы нашли про вас сказано нашли про вас ну это что-то говорит или нет ну не я говорю чего вы так боитесь кто слушает это вот он сейчас пишет выйдите на него и скажите почему Златоуста говорит именно ко мне в кавычки открытые в кавычки открытые верный друг поистине услада жизни верный друг поистине твердый покров чего в самом деле не сделал бы искренний друг какого не доставил бы он удовольствия какой пользы какой безопасности укажи ты на бесчисленные сокровища и все это ничто в сравнении с искренним другом но скажем прежде сколько удовольствия заключает дружба в себе самой взирающий на друга просветляется от радости тает от удовольствия и соединяется с ним по душе каким-то особенным союзом заключающим в себе неизъяснимое наслаждение он живет духом и окрыляется даже при одном только воспоминании о нем мы едем из дальней поездки за границу успели быстренько повесить сестры понатащили что есть там фрукты нарвали бегом бегутся это все зазомбированное и теперь в воротах нас встречают я не могу вырваться каждый обнимает целует а смотреть нечего я приехал тут весь прокопченный продымленный да мы же ездили там месяц больше и ездили-то где ночуем-то в лесополосах они ничего не знают я их не могу отправить домой вот что значит друзья настоящие мы с ними я говорю о друзьях искренних единодушных готовых умереть друг за друга горячо любящих любящих друг друга не думайте опровергнуть мои слова воображая себе обыкновенных приятелей сообщников застольных друзей по одному имени по выпивке да кто имеет такого друга о каком я говорю я тот поймет мои слова хотя бы он видел его каждый день он не присытится он желает ему того же чего и себе самому я знал одного человека который призывая в молитве за друга святых божьих мужей молил их предстательствовать прежде за него а потом уже за себя друг так мил что даже места и времена остановятся любезны от него как светлые тела разливают свет на окружающий предмет так и друзья самим местам в которых случалось им бывать сообщают свою приятность и часто бывает что посетив эти места без друзей мы плачем вспоминаем на этих днях которые были здесь вместе и рыдаем невозможно однако словами выразить сколько удовольствия доставляет присутствие друзей это понимают только те которые испытали а другом можно без зазрения и просить услуги и принимать услуги когда они приказывают нам мы благодарны и скорбим когда они стесняются у нас нет ничего что не принадлежало боим часто презирая все здешнее мы однако не хотим расстаться с здешней жизнью только для них а не вожделение нам самого света да мать то почему вот звонит если говорит ребятишки я их наказывал за непослушание а они все время вспоминают лагеря и вспоминают как дядя Игнатий говорил вот и все со мной сидел директор во главе первой секретарии там под судом были за паровозы и теперь когда все там хозяйство развалилось он рабочим говорит вот я сидел с таким жена его рассказывает и говорит его звать вот так Игнатий Тихонович он бы сейчас спросил а как поступить вот меня зовут и директором опять вернуться идти не идти он бы сказал надо восстанавливать хозяйство народное он бы сказал идти меня нету там я поэтому пришел снова в директор он не хотел снова быть директором рыбокомбината где космонавты приезжали все рыбак номер один на Алтае у меня голуби так как дальше Николай не гоголь Сергей начал с вопроса что происходит с людьми переводит стрелки вместо того чтобы задать вопрос правильный и себе самому а что происходит со мной и никто рот ему не закрывает говорить может все что думает а вот разводить дрязги за глаза обсуждать и поносить Игнатия Тихоновича не надо было и сейчас прощения даже не просит зато как лис словами стелет в доверие втирается под конец и выясняется за московскую патриархию агитирует для того и звонил или задание у него было ясно что поп который иконы покупает благословил вот они между собой сейчас там схватились и как то есть это не означает что я что зачитан совсем согласен но я ничего не скрываю даже обо мне где плохо там говорят и все время выставляют там какими словами Александр Марьясов Игнатий Тихонович Миров хорошие стихи о псевдомиссионерах псевдомиссионеры разные кепархиям там какие-то Кызыльская да они не нюхали даже миссионерство чаще исповедуется чаще причащается а глаза от злобы вываливаются лопаются кто мы как раньше было пионеров так нынче нас миссионеров не просвещение а прельщение коль разумение не на грош на все даем благословение и где нас только не найдешь куда ни скинь везде попы мы там где скачки пляски ругань где гордость тешится собой пропахли табаком хоругви расхристиан вид расхристан вид расхристан вид зато любовь зато батюшки главная любовь 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 а сами понятия вообще не имеет ни о любви ни о спасении табаком вообще здорово как пропахли хоругви не говоря о жизни новой кичась ответами из книг мы обесцениваем слово не умолкая ни на миг отсеешь бы нет воцерковляем нам суета не суета всем чем угодно прославляем ну как же бал и без Христа бал на балу гуляет там с площадкой везде Христос как одна молилась и говорит люблю ходить на эти тогда не дискотека называлась а площадка ну я ей сказал священнослужитель говорит ну ты как пойдешь ты помолись но она помолилась и вот только стало подходить там с площадкой она между соснами там город Венспас Латвия я говорит издалека вижу так одна пара нулю друг к другу прямо впитывается одна в другую я вижу говорит сзади стоит мужчина высокого роста и он их сжимает и вдруг он стал расти выше выше сосны в дым пошел захохотал и полетел их уже слепил вот кто это все делает табаком пропавшие тревожат горькие подмены всего лишь ждет от нас Господь не потому ли чтим спортсменов что слишком возлюбили плоть не рушим академ кумирам подстраивая храм под век и одобряя игры мира мы узакониваем грех узакониваем грех а тот священники мы спасем всех великий инквизитор спасем всех разрешим грех планку принизили никакой эпитимии нету ничего за один аборт десять лет да сейчас народ другой стал да разве люди такие а какие они стали чем больше нарушений на дорогах тем строже правила ГАИ устанавливают они все наоборот попы вывернули они неверующие существование рожденное свыше да ничего этого нет у них они понятия не имеют узаконивает грех узаконили это не грех не грех до 30 лет тебя зачем поставили священники зачем тебе извергать надо было крестишь неправильно мочишь извергать по канонам по канонам то вас никого и не будет сейчас каноны включить церковь пустая будет совсем маленькая останется может быть одна тысячная доля взываем стелимся перед всеми но изменения в душах ноль в душе но изменения в душах ноль а может мы не божье семя а бессоленная соль и романах роман матюшин вот которые песнопения идут и все дальше Дмитрий Анатольевич Краснов Игнатий Тихонович нет мира между миром сатаны и спасителя невозможно получить паритет хорошие люди душевные тоже люди к Богу ли хорошие отец священник говорит что бабушек успокаивают перед смертью а тот который мы беседуем там со священником отец Сергий а как их дочери внучки смотрят и делают я в конце попрошу батюшки спасения помолюсь что есть молитва и все похоронится может есть возможность спасения показать кому ты любишь что ты спасешься не делая греха убийства подлого а по моим грехам и можешь узнать как нетерпима глупость и любительность греха и убиение сынов Бога нашего младенцев как какой-то аппендицит или простуду так легко обор делается к вопросу об расплате за грехи бабушкам нужно успокоиться а дети и внуки как будут поступать то есть священник главное успокоить успокоить это любвисты это враги божии которые так делают ты наоборот скажи так чтобы она поняла огонь горит слова должны быть припарлены солью теперь я несколько мест писания привожу римлянам 12 глава мирно мирно надо мирно мирно не обманывайте себя стяжить дух мирно спасутся тысячи это ложь никто не спасется считай если возможно с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми если возможно то есть оно и невозможно не мстите за себя возлюбленные не мстите и тут я буду просто идти дальше смотрите как не будь побежден злом и дальше считаем Исайя Исайя 48.22 нечестивым же нет мира говорит Господь им нет мира а как примириться надо как примиришься когда он враг мира примириться да это невозможно киллеры могли примириться с Павлом никак как волк с его с отцой может примириться никак никак дальше второй раз Исайя говорит 57.21 нет мира нечестивым говорит Бог мой но Бог мой а впереди говорит и Егова то есть Господь а здесь просто Бог Псалом 119.7 я мирен но только заговорю а не к войне это про меня они книги мои ненавидят как я говорю проще я мирный человек более мирного трудно найти вы найдите таких где бы официально священник сказал братья то есть сестры не говорил братья и сестры даже этого они не могут сказать это нельзя так говорить вы можете пойти к баптистам не один а у нас это все говорится и наши ходят а можно пойти к адвентистам мы говорим можно но только с кем-то и поэтому из баптистов у нас из адвентистов которые стали православными священники никакие совершенно чуждые ни таланта ничего на это нет это абсолютно большинстве патриарх Кирилл Алексей говорил 98% священников меня не слышат они мертвые совершенно второе царство 2019 я из мирных верных городов Израиля а ты хочешь уничтожить город и при том мать городов в Израиле для чего тебе разрушать наследие Господне видите как мирный город окружен был в отношении нас более мирной общины чем мы вообще трудно найти такая свобода везде могут ходить едут на благовестие наше благовестие кто-нибудь повторите от форта находка до Лиссабона пройти Турцию Скандинавию Прибалтику и 500 городов в окрестностях только мы раздали по домам собирая людей больше 30 тысяч Евангелия Новых Заветов и все равно мы не православные и везде собираем православных батюшкам говорим в православных не православных почему сатана сатана я их просто называю кодло патриархийно то есть бешеные собаки 2 послание Тимофея 2.2 2.2 юношеских похоть и убегай одержись правды веры любви мира со всеми призывающими Господа чистого сердца мир с кем со всеми призывающими Господа чистого сердца мир не может быть снищесивым так Ефесянам 4.3 старайся сохранять единство духа в союзе мира единство духа когда есть мы одинаковые христиане понимаем тогда союз мира так не может быть это лютые волки нещадящие стадо Еврею 12.14 старайтесь иметь мир со всеми и святость без которой никто не увидит Господа со всеми старайтесь я стараюсь а его нету я только заговорю а не к войне Марк 9.50 дальше Матфея притча 12.20 33.15 Иуда 1.3 а вот теперь послание Иуды я ко всем обращаюсь ко всем ко всем на сто лет вперед скажите кто когда слышал чтобы священники проповедовали по посланию Иуды это самое строгое послание в Новом Завете его вообще не хотят читать я немножко только чуть-чуть прочитаю мы дальше сами посмотрите возлюбленные имея все усердие писать вам об общем спасении то есть вообще я почел за нужное написать вам увещание и подвязаться за веру однажды преданную святым преданную то что Бог давал уже попы боятся как огня этого послания и почему ибо вкрались некоторые люди издревле предназначенные к всему осуждению это нечестивые обращающие благодать Бога нашего то есть всем прощают прощают любисты обращают благодать Божию чаще причащайся чаще исповедуйся вот про них потому что здесь говорится они боятся его и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа матронушки, мощи всякие смятыни не могут успокоиться они Бога не знают я хочу напомнить вам уже знающим это что Господь избавив народ из земли египетской потом не веровавших погубил привел бы их как царь в церковь и церкви погубил и ангелов не сохранившим своего достоинства он оставивших но оставивших свои жилища соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня какой интонация там все было написано конечно не то что считает не то как садом и гоморрой и крестные города подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плоти иной плоти то есть гомосексуалист и голубое лобби о чем Андрей Курай пишет иная плоть то есть мужская подвершись казни огня вечного поставленных пример так точно будет и с теми мечтателями которые только отрицательный смысл которые оскверняют плоть отвергают начальство и злословят высокие власти какое начальство главное это Бог спаситель революционеры нашлись Михаил Архангел когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле не смел произнести укоризненного суда но сказал да запрети тебе Господь какой то есть не выносил в ад это анафема или канонизировать вот о чем речь идет это запрещено они это канонизируют других анафеми предают а сии злословие то чего не знают что же по природе как бессловесные животные знают тем расслевают себя то есть знают как прыгать когда дальше горе им потому что идут путем каиновым предаются обольщением сды как валаам то есть зато все деньги 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 погибают как корей и что им не говоря они все любовь любовь главное что любовь но почему ты дальше не считаешь что проклинаю ваше благословение Бог говорит у малахи почему ни разу не прочитаете вы берите любовь и говорите о проклятии в одном написано что не проклинай народ Божий а благословляй это одно предложение они полпредложения отрывают и пойдут все в жизнь вечную вечную признают но 25 глава а внуху вечную отбрасывает Иосифов не хочет считать таковы бывают ну и дальше просто я буду показывать смотри прочитайте дальше вот оно где так же Серафим Саровский от него нашли он сказал спасутся тысячи никто нигде никогда не может спастись без Христа хоть ты замерный будь без проповедей вера от слышания от слышания от басни не от того что ты слышал там рассказы говорить ни одного слова во время разговора сейчас беседуем и Слово Божие как будто вы не слышали вот теперь смотрите это наша страничка в моем мире заходите сюда ну это обязательно чтобы была фотография и глядите сюда они в темных очках своя фотография своя биография и вот тут мы можем тогда переписываться теперь ну вот я сейчас покажу что у нас в этом наш форум вот какой наш форум что он тут пишет вот этот все какое-то недовольство недовольство я его не мог прочитать даже Игнат Тихонович прокомментируйте пожалуйста пятая книга Моисеева второзакония всю главу нельзя комментировать понятно о чем там говорится там нечего комментировать двадцатую главу всю целиком да дальше если не трудно ибо речь ну маленько хотя об о чем речь ибо речь идет о жизни и смерти как я понял в Библии о войне о войне и о том что люди не такие и чуть ли не во второй жизни мы придем то есть я отвечать на это не могу и не знаю не знаю откуда это все берется вот чего я не знаю как одного шейха спросили говорит а вот такой вот ответ он говорит не знаю как вы не знаете я не знаю отвечать или не отвечать это первый вопрос чего тут отвечать когда там по вере никакого вопроса нету дальше вот наш православный видеоканал смотрите больше наверное четырех тысяч роликов и вот здесь если слово главное толкнуть вот где видно вот то вот здесь откроется жития святых этого нигде нету не в мировой сети так оформлено на каждый день жития святых это моим голосом насчитано православным или не православным которые ничего этого не знают которые ну хулят вот пожалуйста пусть они прочитают эти жития святых то есть это 1173 ролика у нас появится если Господь благословит еще что показать у нас открыт вот это я уже показал теперь во свете библии это наш сайт и вот здесь для слова божьего нет ус вот если толкнуть вот открылась и вот здесь начинает ну все посмотри где краткое содержание краткое о нашей общине нету нигде не видно ну тут написано краткое характеристие или как о нашей общине ну найдете кажется есть да ну вот это можно увидеть теперь я возвращаюсь назад и показать вот посмотрите у нас что здесь звук и видео вот здесь кроме этого смотрите какие интересные вещи канон Андрея Крецкого показан как в четырех частях на три ступени возведены впервые теперь звук и видео вот я толкнул начитанная Библия начитанная Златоуз вот Адасфильмы снятые занявшие первое место на международном киноконкурсе доброта любия ну допустим вот что тут где жития святых смотрите вот 12 книг вот я их толкнул вот они все в аудио из тех 12 книг я выбрал из 365 дней первый век потом второй век потом третий то есть в развернутом виде впервые это так показана история церкви все впервые везде должно быть талантливым религиозным но это все не все а вот каталог на жития святых вот оно какого числа и какая в конце продолжительность ну сколько страниц занимает и вот посмотрите я просто показываю какая таблица это тоже в мировой сети нету это единственное место и это не сделать на это потребуется несколько лет при том коллектив должен работать ну насчитано моим голосом вот это все я делал и один человек еще помогал ну конца тут не видно сколько вот я просто показываю это по векам каждый век и показано сколько какой век пошел шестой век и так далее то есть заходите на наш сайт а сайт называется во свете библии вот он и здесь все есть и здесь проповеди тысячи проповедей ответ на 4124 вопроса вот 55 папок по каким темам о деревне о лагере то есть здесь чудо какое ну и еще немножко отвлечься хотя бы пробежать один кто говорит Дениси Волков город Москва здравствуйте Град Тихонович я думаю вас как миссионера это должно заинтересовать приглашаем вас к участию в благотворительной акции проводимой православным издательством сибирскому прекрасно просто времени нет простите фотографируйте теперь я провожу дальше коротко пробежать хотя бы кто Ирина Власенко город Харьков батюшки отвечали кто там стоит мы согласны и мы благовествуем мы ваши друзья батюшка Игнатий спасибо Господи какое замечательное видео по Терявке очень теплое и глубокое приезжает к нам отца Павла Ермоленко сын Ваня в лагере был хороший сын он уже сейчас уже взрослый возвратился обратно камень на Белтайского края пошел на исповедь священник ты был у Игнатия в лагере был отойди в сторону это волки и не принимает на исповедь за то что он был у нас в лагере а с ними соединяться это волчары бешеные бились бились тогда мать Надежда Павловна писать стала патриарху говорит ну вообще невозможно и узнал другой там есть Порфирий или кто Яромонах а что с этой потеряю в Кавазице да поехать сжечь их и все мы сказали архиерею это ваше паство ну куда зовете-то это даже не бешеные волки нет это демоны-человеки какие-то как будто бы вот я отвечаю тут им да только за прошлый месяц мы отдали раздали 1300 евангелий и до этого еще 30 тысяч подарили наши книги за два года на 7 миллионов 150 тысяч рублей к Богу нашему славу и вас доблагословит ну прочитайте дальше что мы говорим еще Елена Воробьева Игнать Тихонович за ответ спасибо большое цветы Александр Грицай простите Игнать Тихонович а как вы считаете спорт непрофессиональный приемлемый для верующего человека да но это малополезно я говорю интересное упражнение малополезно Ярослав Вишневский Беларусь Минск но белгосчастье но все полезно Минск что он говорит отец Игнать я вот смотрю ваше фото и видео и я очень хочу стать священником или мне только на фото видится красиво а на самом деле все тяжело не просто быть пастырем в семинаре я хочу дай Бог я просто живу и кем стать везде суета, стрессы я бы очень хотел помогать людям говорит радовать их детей люблю как быть я веру не хочу потерять я не хочу без нее жить и ни в чем не вижу счастья вот только ворчание у меня врага моего часто в печали меня заводит молитва лечит да просит Господь меня за эти мысли вот дальше Юрий Хариатонов город Самара здравствуйте батюшка Игнатий извините за беспокойство помогите пожалуйста мне хочу исповедоваться то есть желание то есть есть желание но очень боюсь или не знаю стесняюсь что ли читал отрывки и святатического предания получается так если не исповедуешься значит гордый что делать профессиональный спорт я просто покажу нет и времени совершенно нету считать уже за час пошло вот если считайте снова останавливаю вот смотрите профессиональный спорт известие как умирает люди на стадионе видите чтобы ответить я должен знать и мировую историю и что происходит дальше 6 слов на священника пойди прочитайте это лично вам этого не советую это не ваше поприще дальше я посылаю куда сходить к священнику это значит на исповедь хочет сходить да мы все на этом сегодня мы готовимся уже к храму слава Иисусу Христу благодарю Никита читал и ты молодец что снимал слава Христу и у всех прошу прощения если в чем-то виноват по-человечески а не в том что я вам говорил в этом я не прошу прощения потому что это Божье слово ну а славу Божию